Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим наше путешествие по книге Ти-Эли. 82-й псалом. 82-й псалом, первое, что о нем пишут, что это псалом для успеха в поставленных целях. То есть, когда человек поставил какую-то цель и вот все время к ней идет, ему очень удобно читать этот псалом, он помогает. Написано, что псалом читают, когда идут в дорогу, особенно непростую дорогу, чтобы не уставать в дороге, чтобы достигнуть цели, вот это такой, читают этот псалом. Кроме того, вы читаете, если у вас отправились миссия к какому-то человеку или в какую-то страну, и вы хотите там семью, я не знаю, и вы хотите успеха этой миссии, очень полезно читать этот псалом 82. В философском плане написано, что если ты чувствуешь, что не можешь найти свое предназначение, тоже читай 82-й псалом. Перед судебными заседаниями, такими разбирательствами внутренними, какими-то неглобального характера, тоже читается этот псалом. Вообще, чтобы мы поняли, это серьезный псалом, он входит в Седр-Шир-Ал-Ийом, то есть ежедневные чтения Тиевим, которые пели левиты в храме. И вот этот как раз псалом пели во вторник, а вторник это любимый день, то есть получается, что очень хорошо. Что еще написано? Написано, что для удачной поездки в какое-то место, какой-то человек едет, или вы его отправляете, или вы хотите, что он благополучно доехал, надо, когда он только вышел в путь, произнести 82-й псалом, это будет ключ, даст ему удачу в его деле, сохранность пути и вернет его обратно, если это необходимо. Вот, пожалуй, все по 82-му. Брахава и Ацлаха.